До 1 января следующего года все государственные и муниципальные и унитарные предприятия должны либо ликвидироваться, либо сменить форму собственности. В Сарове – 8 МУПов. На очередном заседании комитетов депутаты обсудили условия приватизации имущественного комплекса МУП «Комбинат школьного питания». Учреждение планирует преобразовать в общество с ограниченной ответственностью. Для этого потребуется утвердить состав имущественного комплекса, утвердить перечень объектов, подлежащих приватизации, определить размер уставного капитала ООО в 23 млн 663 500 рублей. Общество с ограниченной ответственностью уже будет полным правоприемником Саровского унитарного предприятия «Комбинат школьного питания» по всем правам и обязанностям, ну, с соответствующим оформлением передаточного акта. Также администрации города Сарова утвердить устав общества «Комбинат школьного питания», значит, направить депутата городской думы в состав совета директоров. Директора МУП «Комбинат школьного питания» Галину Иванову в новом положении устраивает не всё. Проект устава для всех ООО администрация делает по единой структуре. Но у директора предприятия есть свой устав, который, на её взгляд, отвечает всем нюансам и требованиям организации. Также у руководителя «Комбината школьного питания» есть вопросы к коллегиальному органу ВОО – Совету директоров. Не сказано, что в ООО должен быть Совет директоров, потому что для акционерного общества, да, это закон требует. Мне совершенно не нужны лишние коллегиальные органы. В моём уставе сказано, что если принятие какого-то решения, не нужно подъехать всё время к нотариусу и заявлять. В этом же, вот значит, такое решение, я не понимаю, что это будет обязательно так. То есть надо будет у нотариусу постоянно звереть. То есть я говорю, что вот есть – есть. Ну а мой устав, оказывается, не тот читательский. По словам Сергея Пряхина, вписать Совет директоров в общество с ограниченной ответственностью решила администрация. Некоторые депутаты выступили в поддержку позиции КУМИ. Либо мы действуем в русле утвержденных документов, которые разработала администрация, либо идём на поводу у директоров предприятия. Администрация считает, что вам необходим коллегиальный орган. Ну что? Депутаты предложили Галине Ивановой сделать сравнительную характеристику своего проекта устава и КУМИ и представить результаты для предметного обсуждения. Проект решения о приватизации имущественного комплекса МУП «Комбинат школьного питания» вынесли на заседание Думы. Также комитет рассмотрел изменения в условии приватизации МУП «Товарная база». Предприятие вышло с предложением изменить название будущего ООО в базовый комплекс. Предложения также вынесли на заседание Думы. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.